Привет всем! Сегодня мы отправляемся в Испанию. Наш гид по Испании Ольга Солодкая. Каррида, Родео, Кастаньеты, Фламенко, Опера Кармен, Дали, Канарские острова, туристические поездки, страна где хорошо отдыхать. Это ассоциация экспондентов общероссийского опроса относительно Испании. Итак, какую бы вы не преследовали цель, отправляясь в Испанию, ознакомьтесь со всеми нюансами, которые вас могут расстроить. А чтобы этого не случилось, Ольга Солодкая дает свои советы. Всем привет! С вами я, Ольга Солодкая. И сегодня специально для канала «Влюбленные путешествия» я расскажу вам об Испании. Куда лучше отправиться, какие регионы выбрать для отдыха, почему Барселона – одно из самых лучших и самых посещаемых направлений в Испании и что следует предусмотреть перед тем, как вы решите отправиться в Барселону. Сегодня Испания считается одной из самых востребованных направлений для тех, кто решил отправиться в Европу. Для тех, кого интересует пляжный отдых, испанская кухня и неторопливый разверенный отдых, недорогие места для проживания, стоит отправиться на хостер-план. Такие известные места, как Лекканте, Торельеха, Бегидорфа. Если вы интересуетесь более элитными направлениями и хотите окунуться в жизнь знаменитостей, то тогда отправляйтесь на хостер-пенсуль, в известные места, как Марвея и Порта-Фанус. А те, кто хочет совместить пляжный отдых и культурно-экскурсионные программы, то вам следует отправиться в Барселону, на побережье Коста-Дорадо или на Коста-Браво. Сегодня Барселона считается одной из самых посещаемых мест в Испании. Тысячи туристов с разных уголков мира приезжают именно сюда, в Катаунию, в Барселону. Что стоит предусмотреть в связи с этим фактом для тех, кто впервые решил собраться в Барселону? Отправляясь посмотреть все самые главные достопримечательности города, вы даже не догадываетесь, что вам предстоит отстоять в очереди 2-3 часа, особенно если вы прилетели в сезон. Поэтому, чтобы сэкономить время, обязательно заходите на официальные сайты и покупайте входные билеты. Особенно в такие известные достопримечательности, как собор Святого Семейства, парк Бюэля, дом Мила, дом Пальо. Либо обращайтесь к местным гидам, они с удовольствием помогут вам заранее приобрести и купить на сайтах все входные билеты. Я думаю, что вы даже, наверное, не догадываетесь, что ежегодно в Барселону приезжает огромное количество карманников и вор. И как вы думаете, кого они поджидают? Конечно, вас, туристов. Поэтому для вас рекомендация? Обязательно все ваши документы, карты оставляйте в отелях. Не берите с собой все наличные деньги. И обязательно следите за вашими камерами, телефонами и планшетами. Так как при себе в одном оживленном баре на чашечку копии, уже через 15 минут вы можете обнаружить, что ваших вещей нет. И вы даже не представляете, как такое могло произойти. Следите за своими вещами. Особенно если вы отправились позыграть на пляж, прогуляться по бульвару Ля Равла, который очень известен в Барселоне. Заглянусь на рынок Ребоперия или спуститься в метро. Если вы любите вкусно покушать и цените цена-качество, то обязательно не ленитесь, заходите на сайт, знакомьтесь с Барселоной, со всеми ресторанами, барами, кафе, где вы могли заранее забронировать, возможно, столик или даже просто знать, куда вы отправитесь на ужин. Учитывайте, что в окрестностях, где огромное скопление туристов, тщательно выбирайте места для ужина и обеда, так как есть возможность, чтобы переплатить за ваш ужин. И для основных моментов, которые обязательно учтите, перед тем, как вы решите самостоятельно отправиться в Барселону. Путешествуйте с нами, путешествуйте сами, путешествуйте. От путешествий только польза. Более тесно познакомиться с этой яркой страной можно на канале Ольги Солодкой. Кликните ссылку и приятных путешествий!